Детское радио представляет Живой уголок Привет, дружок! Я доктор Добряков Много лет я изучаю животных и растения А теперь вот рассказываю тебе о них Всякие интересные истории Водится в далекой Африке страшная почти двухметровая рыбина У нее огромная пасть и длинные острые зубы Зовут ее тигровой рыбой или рыбой-волком Ну, знаешь, характер у этой уродины соответствующий Она вечно голодная Набрасывается на все, что движется Как пиранья Были случаи, когда тигровая рыба нападала на людей и серьезно ранила их А есть и другая, хорошо тебе знакомая рыбка Ее называют неон За то, что на боках яркие, голубые, красные, светящиеся полосы Словно огни неоновых реклам Ну, вспомнил? Ну, отлично! А вот теперь скажи, что общего между двухметровой рыбой-волком Кровожадной пираньей и мирной крошкой-неоном? Ну, хорошо, я сам отвечу Все они принадлежат к одной группе харациновых рыб Самому интересному семейству для нас Аквариумистов Ну, ты и сам знаешь других его представителей Это изящные разноцветные тетры Плацатые тернецы Плоские, причудливые клинобрюшки Яркие, сплющенные из боков миноры Все это харациновые рыбы Яркие, словно светящиеся пятна Нужны им, чтобы видеть друг друга в мутной воде Живут они в тропическом поясе Африки и Америки В пресных водоемах И для всех них характерно наличие так называемого виберового органа Это такая цепочка костей вдоль плавательного пузыря Который позволяет чутко улавливать малейшие звуки очень высокой частоты Хищным харациновым это позволяет лучше охотиться А мирным избегать своих врагов Про хищников этой группы мы, пожалуй, сегодня говорить не будем Тем более, что пираньи, фага и тигровые рыбы заслуживают отдельного разговора А вот о мирных харацинках Вот их так ласково называют аквариумисты Я тебе сейчас и расскажу Прежде всего это тетры Идеальные обитатели густонаселенного аквариума Прекрасно уживаются с другими обитателями Не требуют сложного ухода Не портят и не выкапывают растения Как многие крупные рыбы Они очаровательно смотрятся в стайках И вдобавок ко всему без особых проблем размножаются Среди тетр очень много разнообразных видов Есть серебристые рыбки с бархатно-черной продольной полосой Есть серебряные с золотыми и красными искрами Есть плоские пятнистые тетры Есть огненные и даже алмазные Последние особенно хороши С длинными вуалевыми плавниками Учти, что большинство тетр рыбы стайные Поэтому поодиночке их нельзя содержать Если сразу же не можешь купить много тетр То приобрети в магазине или на птичьем рынке Двух-трех А потом подкупаем товарищей по мере возможности Это же относится и к неонам Самым эффектным и ярким рыбкам из хороциновой группы Более всего известен голубой неон У него на боку, на красном фоне Ярко-бирюзовая полоса И синяя спинка Реже встречается красный неон Ну, соответственно, он и стоит дороже У него рубиновый светящийся бок Намного ярче бирюзовой полоски А когда неонов в аквариуме слишком много Ох, они выглядят просто восхитительно Словно живой фейерверк Особенно красиво смотрится такая стайка На фоне зеленых ширм водных растений Иногда неончики разбредаются кто куда по аквариуму Но стоит постучать по стеклу Как светящиеся черточки Мгновенно сбиваются в стаю И уже двигаются синхронно Как и подобает косяку рыбы Если ты будешь легонько постукивать по стеклу карандашом Или ручкой с очка Всякий раз, когда ты кормишь рыбок То у них выработается рефлекс Через некоторое время достаточно будет легкого постукивания Чтобы неоны горящими стрелками Повыскакивали из подводных джунглей И предстали пред тобой во всей красе Очень скоро ты научишься дирижировать их стай Веди пальцем или ручкой с очка по стеклу А они будут плыть следом Поверни в другую сторону И они повернут Напоследок открою тебе секрет Если хочешь, чтобы родители все-таки Разрешили тебе завести аквариум Зайди в любую поисковую систему интерната И набери Такаши Амана Кликни картинки И ты увидишь Волшебные подводные пейзажи Великого японского аквариумного дизайнера Такаши Амана Я уверен Твои родители Не устоят перед такой красотой Так что До встречи, дружок И до новых историй Живой уголок